МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда специалисты отправятся дальше? И уже другие качают наши школьные качели. По всей стране прошли выпускные вечера. Грустно, что все заканчивается в беззаботное время. Сколько медалистов? Соление с ароматом ботулизма. В стране с начала года зарегистрировано 8 случаев инфекции. Лучше не давать маленьким детям то, что приготовили из консервации. Чем опасны бабушкины закатки? А также базовая ставка, свободный въезд и новый праздник. В Беларуси будут отмечать День отца. Какого числа? Без дорог никуда. В Бобруске продолжают обновлять транспортные артерии. Специалисты уже отремонтировали Ульяновскую и Железнодорожную. Сейчас работы ведутся по Орджоникидзе, Гоголе и Гагарина. Что еще в планах, узнала Карина Гуревич. Лето – самая горячая пора не только для отпусков, но и для дорожных работ. Хорошая погода позволяет быстро и качественно обновлять транспортные артерии. Сейчас в фокусе внимания Орджоникидзе – участок от Минской до Гургаза. В это же время на горе Лико меняют асфальтное покрытие и делают пешеходные дорожки. В ближайших планах по микрорайону Киселевича – это будет еще улица Лесная, второй переулок Чеплыгина. В работу поступит улица Ульяновская на участке от Орджоникидзе до 50 лет в ЛКСМ, улица Рокоссовского полностью и частично улица Гагарина. Дорожный апгрейд в Бобруске начался еще в первой половине мая. Один из самых больших проектов 2022-го – 850-метровый участок на Ульяновской. Здесь же уложили около 2000 тонн асфальтобетона и заменили борты. Обновление дошло и до железнодорожной. На некоторых участках дорог, где обновлено дорожное покрытие, будет также нанесена новая дорожная разметка, которая будет изменять организацию дорожного движения, быть внимательными и осторожными при проезде данных участков дороги. Всего на территории города Бобруска с начала текущего года уже нанесено 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки. Всего же в планах 26,5 тысяч квадратов. Уже свяжили Минскую, Урицкого, Кирова, Социалистическую, Интернациональную и Горького. К списку добавятся Гагарина, 50 лет ВЛКСМ, Сикорского, Батова, Чангарская. В этом году существенных обновлений по городской разметке не появилось, однако изменения для автомобилистов все-таки есть. Зеленый свет на проспекте Георгиевском теперь горит дольше. Причина в интенсивности движения на этом участке. Нововведения действуют с 7 до 9 утра для водителей, которые двигаются со стороны Ленина. Город преображается буквально на глазах. Ремонтные работы будут продолжаться весь теплый сезон. Водители призывают заранее планировать свой маршрут и не парковать машину у обочин, чтобы не мешать специалистам. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Станислав Чечерин. Бобруйск, 360. Рыба по цене жизни. В Киселевичах от удара током пострадал пенсионер. ЧП произошло утром 8 июня. Мужчина рыбачил на озере по улице Широкой, прямо под запрещающим знака. В обручении накоснулся уточкой лэп-проводов и получил электротравму. Одежда на нем загорелась. От удилища остались одни только лохмотья. Его товарищи, которые рядом ловили рыбу, вызвали скорую. И скорая достала его в учреждение здравоохранения. Рыбак находится в тяжелом состоянии. В Могилевской области это уже второй случай с начала года. Специалисты напоминают, чтобы избежать непоправимых последствий, категорически запрещено рыбачить вблизи лыб на расстоянии меньше 10 метров. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. В обручении провели выпускные вечера для тысячи парней и девушек. Вечерние платья, строгие костюмы и атласные ленты. Обязательные атрибуты трогательного момента. Учителя и родители пожелали вчерашним школьникам счастливого пути в новой жизни. Лучшим вручили медали за отличие в учебе. Эти ребята – будущее нашей страны. Все вузы, все колледжи ждут молодых людей. Поэтому все, что они смогли взять в школе, все, что смогли им дать их педагоги, они обязательно понесут дальше по жизни. И поэтому у них обязательно все сложится. Грустно, что все заканчивается, беззаботное время уходит. Но мы выпускаемся во взрослую жизнь. Вообще безгранично рада, что я в этой школе училась. И с каждым учителем у нас был какой-то свой язык. В Беларуси функционирует почти 3000 учреждений общего среднего образования, в которых обучаются более миллиона ребят. В этом году прощать школу сказали 150 тысяч молодых людей, 9-ти классники и 11-ти классники. В Могилевской области выпускникам вручили 377 медалей. А уже 14 июня стартует централизованное тестирование. Начнется у нас испытание по белорусскому языку. Контроль цен, день отца, сезон купаний. На выходные передают до плюс 30. Как провести время на свежем воздухе без последствий? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Базовая арендная ставка не будет расти в стране до 2024. Это касается предприятий и организаций, которые пользуются движимым и недвижимым госимуществом. Показатель не менялся с марта 2019. По мнению властей, это позволит сохранить условия для стабильного функционирования бизнеса. Цены на некоторые белорусские продукты будут регулироваться при экспорте. Установят минимальную стоимость. В перечень вошли мясо крупного рогатого скота в замороженном и свежем виде, а также сливочное масло, сыры и другая молочка. Решение принято для поддержки экономики страны. На рейсах Белави из Минска в Ташкент и обратно не будут проверять ПЦР-тесты. На фоне стабилизации ситуации с коронавирусом все больше стран решают ослабить ограничения. Так, въехать в Турцию, Кипр и Италию без антиковидных процедур можно было уже с 1 июня. На выходные передают до плюс 30. Большинство трагедий, как показывает статистика, происходит в начале купального сезона. Спасатели напоминают, плавать можно только на оборудованных пляжах. При температуре воды не ниже плюс 18 градусов. Стоит соблюдать и правила пользования лодками. Не перегружать, не раскачивать и не прыгать с них. В стране утвердили официальный праздник. День отца проводится он будет 21 октября. Дата выбрана не случайно. 14 числа отмечают День матери. Теперь появилась возможность в этот период проводить родительскую неделю. Идея прозвучала во время обращения президента к белорусскому народу. Консервация с неприятным сюрпризом. В Беларуси с начала года зарегистрировано 8 случаев бутулизма. Возбудитель живет только при отсутствии доступа кислорода. Самая частая причина заболевания – домашние заготовки. Поэтому не стоит покупать консервы на рынке или у случайных людей. Это же касается копченой или вяленой рыбы, особенно речной, которая обитает в придонных слоях – карпа и толстолубика. Нужно обязательно обращать внимание на то, каким образом мы стерилизуем банки, как мы стерилизуем крышки, как мы это все варим, насколько чистые овощи мы используем для того, чтобы приготовить то, что будем есть зимой. Обязательно они должны быть хорошо промыты, хорошо сварены, приготовлены. Дети очень сильно восприимчивы к бетулотоксину. Поэтому нужно только термически обработать, а лучше не давать маленьким детям то, что приготовили из консервации. Лучше сварить кашку. Явные симптомы отравления – тошнота и рвоты. Отмечается ком в горле, а также затуманивание, потеря четкости зрения и мушки перед глазами. Самое опасное течение болезни – внезапная дышка, нарушение сердечного ритма. Тогда летальный исход возможен спустя 3-4 часа. К слову, за 2021 в Беларуси зарегистрировано всего 20 случаев ботулизма. По велению сердца в Бобруйском районе прошел благотворительный фестиваль «Созвездие доброты». Местом встречи стала база отдыха «Мир». Здесь развернулся целый развлекательный городок. Каждый мог поучаствовать в квест-игре, запустить мыльные пузыри, попробовать уху, прокатиться на лошадях, подержать в руках енота. Праздник посвятили детям-инвалидам. Здесь собралось порядка 100 гостей. Здесь может принять участие любой гражданин, который желает сделать что-то хорошее для этой категории детей. К нам присоединились разные, несколько ИП, несколько организаций, которые помогают сегодня в организации этого праздника. Фестиваль продолжался целый день и стал частью проекта «Теплый дом». Ребята также увидели представление кукольного театра. По завершению каждый ребенок получил подарок и памятные сувениры. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях на эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова